Продолжение следует... Чтобы я понимала, что мы можем с вами уже начинать. Рада вас всех слышать, видеть. Давайте подождем еще минуту и начнем. Пишите в чат, все ваши вопросы тоже задавайте в чат. Походу я буду вам отвечать, я буду вам все рассказывать. Если какие-то глобальные вопросы, мы тогда остановимся, наверное, чуть попозже и отдельно от презентации. Продолжение следует... Сегодня мы с вами будем разговаривать о странах, которые относятся к Юго-Восточной Азии. Это Сингапур и Малайзия. Остановимся подробнее на Сингапуре и остановимся подробнее на Малайзии, которая у нас расположена на двух больших континентах. Итак, меня хорошо слышно. Если будут какие-то технические моменты, пишите, потому что это все нужно будет исправлять по мере вебинара, по ходу нашей с вами работы. Итак, значит, государство Сингапур находится на оконечности Малайзии. Выделено очень четко Сингапур, выделен Таиланд, в середине Малайзия. И Малайзия также занимает половину острова Калимонтан, делит его по полу вместе с Индонезией. Поэтому сейчас мы начнем с Сингапура, так как он маленький, о нем я расскажу подробнее и быстренько, что там можно делать, что нельзя и вообще зачем мы туда летим. Потом более подробно я вам расскажу о Малайзии, потому что, к сожалению, в нашей стране каким-то странным образом, но очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень мало интереса проявляется к этой стране. И я считаю, что это совершенно не заслужено. Начнем с перелетов. На сегодняшний момент существует один единственный прямой рейс из Москвы, без пересадок, он летит 10 часов 15 минут. Это Сингапурские авиалинии, одна из самых дорогих и самых, скажем так, значимых авиакомпаний в мире, которые постоянно занимают первые места. Они постоянно обновляют свои борта, они постоянно покупают новые самолеты, они развивают огромное количество новых направлений. Они постоянно ходят в какие-то союзы, в кодшеринговые соглашения с другими авиакомпаниями, чтобы больше и больше и больше и больше иметь полетных всяких программ, иметь в своем ассортименте огромное количество стран, чтобы в принципе летать как можно больше и как можно лучше. Рейсы очень удобные, посмотрите расписание, то есть вылетает из Москвы удобно, прилетает в Сингапур рано утром, вылетает из Сингапура тоже ночью и рано утром он прилетает в Москву. Самолеты комфортабельные, то есть там летают и аэрбасы, там летают у них и боинги, ну в зависимости от компоновки, от комплектовки. Но самое удобное, конечно, это новые аэрбасы, где компоновка кресел 2-2-2, то есть расстояние между креслами очень-очень комфортное. В проходе можно вместе стоять с тележкой, со стюардессой, то есть ширина прохода настолько комфортная и удобная, что в принципе они именно поэтому постоянно завоевывают первые места, потому что именно комфорт пассажира, он стоит всегда на первом месте аэрбасы. Средняя стоимость билета эконом-класса 780 долларов, есть премиум эконом, то есть это первые ряды эконом-класса, есть бизнес и на каких-то рейсах у них есть первый класс, то есть это все по запросу, но если вы покупаете билеты для своих туристов заранее, то можно их купить по достаточно аналогичной цене с Эмирейдсом, с Катаром, комфорт и качество будут совершенно иного класса. Поэтому всегда рекомендую вашим туристам брать рейсы сингапурских авиалиний. Альтернативные перелеты, которые летают на Сингапур, ну это, скажем так, одни из самых известных. Это Катар, это Этихад, это Эмирейдс, это турецкие авиалинии. Ну я просто вам здесь, как бы для примера, поставила рейсы, которые, ну скажем так, идут по минимальному ценнику. То есть Катар можно купить от 575, Этихад 600, Эмирейдс где-то 620, 630, 640. Это тоже достаточно короткие стыковки, обратите внимание, у Катара там час 45 всего вдоль и 2 часа на обратном пути. И у Этихада тоже через Абудаби тоже очень удобные стыковки. Сингапур. Сингапур это вот на карте, вот да, Йога-Восточной Айзии, вы видите, это микроскопическое государство. Государство микроскопическое, но по своей значимости, по своей сути, Сингапур как страна, как город достаточно интересный. И как бы я всегда рекомендую посещать эту страну, если туристы у вас едут в комбинированный тур, если они едут, допустим, там в Юго-Восточную Айзию, посещают Малайзию, посещают там, допустим, Индонезию, посещают Филиппини. Всегда рекомендую остановиться в Сингапуре. Зачем я это рекомендую вам сделать? Так, сори, это лишнее в этой нашей презентации, это уже было. Вот, зачем я рекомендую вам это сделать? Сингапур это город, это как бы не курорт, это не какая-то там пляжная зона, еще там что-то, это город. В городе всегда есть что посмотреть, и Сингапур в этом плане очень насыщенный, очень развивается. Ну, классические экскурсии, это естественно, так как город мультизначимый, многоконфессиональный, многорелигиозный, то есть анклав и сплав вот всех религий, возможных течений, верований и так далее, и так далее, и все спокойно уживаются и живут очень мирно, дружно, и развивают город и свою страну в очень правильном направлении. То есть есть и китайский квартал, и индийский квартал, есть квартал типа что-то такого европейского плана, да, типа там Венеция какой-то, еще там что-то, есть такие кварталы. Есть квартал чисто азиатский, который показывает, как жили раньше в Сингапуре, когда он еще не был таким вот современным, когда он не был таким насыщенным и таким вот красивым и модным, как он стал сейчас. Ботанический сад, зоопарк, ночное сафари, это все как бы присутствует, причем это присутствует в грандиозных очень масштабах. То есть если ботанический сад, то там 17-18 криозон, которые рассказывают о каждом кусочке на планете, допустим, да, то есть высаживаются определенные растения, которые растут только в регионе, в этом поддерживается определенный климат, то есть это очень интересно, это очень познавательно и взрослому детям. Зоопарк и ночное сафари, они построены по типу африканских, ночное сафари это как бы передвижение на джипах, то есть ночью вы в сопровождении рейнджера на джипах ездите по зоопарку, смотрите на животных, выискиваете их там фонариками, разыскиваете, то есть на самом деле интересно не только детям, но и взрослым. Там рекомендую, в принципе, как бы на такие экскурсии, как у Рио. Ну, самый знаменитый, самые как бы запрашиваемые вами и вашими туристами, это отель Марина Бэйсенс, который находится на полуострове, Марина Бэйсенс, вот эти знаменитые сады, которые подсвечены рядом, знаменитая их зона вот эта вот театральная, там фонтаны поющие, шоу и так далее, и так далее. Естественно, это тоже стоит посетить, до этого можно добраться самостоятельно, либо посетить это вместе с экскурсионной группой. Отель Марина Бэйсенс, если вы там не проживаете, тоже можно посетить, там есть смотровая площадка, которая получается чуть выше, чем вот этот знаменитый бассейн на крыше. Плавать в бассейне нельзя, если вы не гости этого отеля, вас никто в бассейн не допустит, но вокруг этого бассейна вы можете сидеть и наслаждаться в кафе, как бы покушать, перекусить. И смотровая площадка, это все как бы находится в определенной такой вот зоне, это все в районе вот этого знаменитого бассейна. Но если вы не гости отеля, то пользоваться услугами отеля вам, к сожалению, запрещено. Есть несколько заповедников на территории Сингапура, они маленькие, они ухоженные, обихоженные, как бы их тоже иногда можно посетить, но это для любителей природы, особенно это любят японцы, китайцы, они любят наблюдать за птичками. Вот специально для них это сделано. Ну, знаменитая набережная в Белом Львом, вы можете вечером там погулять, там же ходят небольшие круизные кораблики, ну, как и в любом большом городе, где как бы река протекает мимо, да, или там залив или пролив какой-нибудь, всегда, естественно, есть какие-то круизные теплоходные прогулки. Это тоже можно как бы осуществить вот именно с набережной Сингапура, можете покататься на кораблике, можно заказать яхту отдельно, можно заказать кораблик, там есть ужины, там есть какие-то кольклорные шоу-представления, то есть, в принципе, достаточно хорошая вечерняя программа и интересная. Теперь, что мы предлагаем как бы из нестандартных вещей, то есть, как бы, я вам показываю сейчас, ну, скажем так, классические вещи и нестандартные, не классические вещи. Вообще, на самом деле, в Сингапуре можно запросить у нас все, что угодно, потому что наш сингапурский офис разрабатывает вплоть до сценариев всяких нестандартных поездок для ваших туристов, для ваших клиентов, то есть, в зависимости от того, что они хотят. Придумать они могут все, что угодно, но, как бы, нужно учитывать, что государство все-таки мусульманское, то есть, в пределах разумного, но сделать можно все, что угодно. Значит, нестандартные экскурсии, так как Сингапур славится своими барами, ресторанами и, в принципе, ночной жизнью, то можно, как бы, испробовать, но в сопровождении водителя и в сопровождении гида. Гид здесь по этим нашим программам предоставляется, в принципе, специально, потому что наши русские иногда не умеют тормозить и останавливаться, поэтому для того, чтобы не было никаких проблем, для того, чтобы не было вещей с полицией, столкновений и так далее, и так далее, поэтому для этого существует гид, который будет несколько наблюдать и смотреть за ситуацией, и в какой-то критический момент вы просто сядьте в машину, с гидом, доедите до отеля, чтобы не было никаких проблем. Это тоже мы можем все осуществить, молодые компании у нас этим пользуются, потому что, как бы, вы прилетаете в другую страну, вы не очень, скажем так, туристы, не очень знакомы с правилами, поэтому лучше подстраховаться. Но это все возможно сделать, все в пределах разумного. Знаменитый завод «Тайгер» пивной, он находится тоже в Сингапуре, их знаменитое пиво. Эту экскурсию мы стали проводить по просьбе наших корпоративных клиентов, которые у нас заказали поездку на этот завод. В принципе, все очень понравилось, все прошло очень хорошо, с дегустацией, с показанием производства, как это все происходит, как это делается. Все было интересно, достаточно красиво сделано, правильно. И мы эту экскурсию тоже предлагаем, но не только для специалистов, но и просто для туристов, чтобы это все посмотреть. Мастер-классы. Кулинарные мастер-классы. Это мы стали делать, ну, года полтора, наверное, два, как. Потому что появилась возможность делать это с русскоговорящим кандидом, который занимается определенным переводом, потому что некоторые названия продуктов, именно кантонской, тайской, сингапурской, малайской пищи, они требуют, ну, еды, там, названия продуктов, там, а прочее, они требуют перевода на русский, потому что даже это порой иногда сложно перевести на английский. Ну, и вообще, как бы, русским комфортнее, когда с ними все-таки находятся русскоговорящие дети. Поэтому мы предлагаем кулинарные мастер-классы 150 долларов на человека. Три-три с половиной часа вы готовите несколько национальных блюд, ну, то есть, как бы, первый, второй, третий, капот, вот, и потом вместе весело все это будете кушать. На самом деле, забавная история, нравится очень семьям, с детьми, которые хотят, как бы, погрузиться непосредственно в саму атмосферу, все получить по полной программе, окунуться, то есть, в принципе, как бы, приготовление вот этого общего, вместе с шефом сингапурской пищи, это дает некое понимание, вообще, да, в тебе на холте, что это за страна, откуда у него исторические корни и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это достаточно интересно, но, в принципе, 150 долларов на человека, мастер-классы, это, как бы, средняя цена по Европе. Свадебные церемонии, от них никуда не деться, их заказывают. Свадебные церемонии могут быть совершенно разными. Сразу оговорюсь, что Marina Bay Sands не любят свадьбы. Они организуют только свадьбы тогда, когда вы покупаете проживание в их отелях, тогда они что-то будут как-то там делать, что-то будут для вас придумывать и шевелиться. Заказать отдельно свадебную церемонию в Marina Bay не проживая там, очень сложно. Практически невозможно, поэтому не обещайте ничего своим туристам и не говорите. Это лучше сделать там проживание, свадебную церемонию, там катание на тех же ретроавтомобилях, там в садах Сингапура, церемонии на улицах, на колесе обозрения. Это лучше заказать отдельно от самого отеля. Но это я вам по опыту так говорю. Любые отели, в принципе, другие, даже Marina Magdarin, тот же Ritz, тот же Fullerton, тот же Swiss отель. Они с удовольствием вам организуют и накроют и ресторан, и сделают арки, и пригласят священника. Официальных церемоний, естественно, там нет, но делают это все красиво, как бы, в принципе, незабываемо. Это у вас останется у ваших туристов, у молодоженов навсегда. Молодежь очень любит все вот эти вот катания, вплоть до на велосипедах можно сделать, можно сделать просто фотосессии, то есть с вами будет видеть фотограф, по свезде фотографировать по самым красивым там обзорным местам Сингапура, по площадкам. Это тоже можно все сделать. В принципе, это дешевле, чем организовывать какое-то мероприятие в том же отеле. Поэтому рекомендуйте на самом деле, если ваши туристы куда-то летят в свадебное путешествие, то можно и сделать еще такую вот небольшую штучку для них, это тоже, в принципе, интересно. Знаменитый остров Синтоза, который находится рядом с городом Сингапура, изначально был, и как бы смысл его в том, что это развлекательный центр для отдыха горожан. То есть он изначально так и строился. Чем славится остров Синтоза? Это парк Юниверсо. Огромный парк развлечений, в котором большое количество территорий, ну, типа как Диснейленд американский, Диснейленд французский, что-то по типу такого, но с азиатскими, со всякими такими вот прибамбасами. То есть огромный, если океанариум, то большой, если бассейн со скатами, там и с акулами, с которыми может плавать человек, то тоже большой. То есть все вот, если в Европе наоборот все строится как-то более-менее компактно, то здесь наоборот все тихо, больших-больших-больших размеров. Но все очень интересно и взрослым, и детям. Добраться до острова Синтоза можно разными путями. Есть метро, дальше канатная дорога и мост. То есть на автобусе Сингапура можно доехать, либо на такси, как бы никаких проблем. Можно приехать на день погулять в парке, либо можно приехать и остановиться в отелях, которые расположены, как вы видите, где пляжные зоны, вот это вот коричневый село, Собич, там Полаван, Бич, Танжунг, Бич. Это якобы небольшие такие пляжные зоны, то есть насыпанный песок, оборудованные лежаки. Кроме русских капоралов никто не купается. Объясню почему, потому что тут идет пролив, как бы вода не сильно чистая, это не открытый море, не открытый океан. Поэтому пляж, ну скажем так, можно назвать условно. Но отели все строится и строится. Один из лучших я бы назвала этого шенгрила, который вон там с бассейником зелененький такой торчит, потому что у этого отеля своя выделенная пляжная зона, огороженная зона купания, как бы он действительно построен по типу пляжного отеля. Но он и самый дорогой на сегодняшний момент из отелей, которые стоят на синтезе. Есть отели в парках, то есть можно как бы жить в парке непосредственно и выходить каждый день гулять в парке, ходить на аттракционы, ходить в павильоны. Либо отель можно взять вот из недорогих села Садичи, четверка, она расположена как бы на пляже. Пожалуйста, можно там отдыхать и если вы хотите, ходите в парк там через день, через два. Но еще раз повторюсь, к сожалению, к сожалению, это не пляжный остров. Это не пляжный. Если ваши туристы хотят, когда они находятся в Сенгабре, все-таки купаться, я рекомендую брать индонезийский остров Бентан, который находится рядом. 45 минут на пароме до него можно доплыть, но тогда надо будет обязательно делать сингапурскую визу. Потому что это уже территория другого государства, возвращаться мы будем туда же. Да, кстати, визовые формальности Сингапура. Я совершенно забыла, у нас промотался кадр. Запишите, пожалуйста, 96 часов при транзитном билете. Мы можем находиться в Сингапуре без визы. Что это такое? То есть у нас должен быть транзитный билет в третью страну. Допустим, Москва, Сингапур, Куалунпур. Москва, Сингапур, Индонезия. И также возвращаемся обратно, допустим, Ден-Пасар, Сингапур, Москва с пересадкой просто в аэропорту Сингапура. Вот тогда пребывание в Сингапуре 96 часов, то есть четверо суток, но вкладываем мы в 96 часов, у нас без визы. Как только мы выпадаем за эти рамки за 96 часов, и у нас нет транзитного билета Москва-Сингапур-Москва, либо мы переезжаем отдыхать на Абинтан и потом возвращаемся через Сингапур обратно, нам надо обязательно делать сингапурскую визу. Она не страшная на сегодняшний момент, она электронная. Все документы высылаются на электронную почту. Единственная сейчас проблема – это молодые девушки до 35 лет. Желательно им, желательно, чтобы они, во-первых, ехали в составе группы, либо чтобы это были две девушки, либо чтобы с ними был мужчина, либо лучше это, чтобы были мужы. К сожалению, придираются к молодым девушкам, но просят дополнительные документы, допустим, справку с места работы, либо счет по банку. Но это лучше, если это предоставляется нам на сегодняшний момент сразу. То есть мы сразу подаем в визовые центры, они смотрят, что это не просто кто-то к ним едет, непонятно кто, а все-таки человек отдыхать с забронированным отелем. Визы отдельно без отеля на сегодняшний момент мы не делаем. Пляжи острова Синтоза, я вам показываю реальную фотографию сверху, они выглядят вот так. То есть вы видите, да, вот там вот наверху порт на севере, вот там ходят нефтеналивные баржи, то есть пляжи острова Синтоза выглядят вот так. Это реальная их фотография. То есть если как бы вы отправляете турист отдыхать на остров Синтозу на неделю, вы должны понимать, что вы получите максимальное количество претензий и проблем, потому что это не пляжный остров. На нем можно побывать две-три ночи, посмотреть, погулять в парке, ну как бы и вернуться в Сингапур, и если отдыхать, то вылететь либо на Бали, либо на Филиппины, либо там куда угодно можно из Сингапура. И вылететь огромный хак международный. Значит, хиты продаж по Сингапуру. Я вам специально здесь написала, чтобы как бы вы понимали, что Сингапур это и бизнес, и выставки, и семинары. То есть это достаточно такое яркое бизнес-направление. Очень много выставок проходит в течение года в Сингапуре международных. Выставки достаточно значимые не только в азиатском регионе, но вообще как бы во всем мире. Сингапур-Синтоза. Это короткие две ночи в Сингапуре, две ночи в Сингапуре. Можно организовать это вот тоже такую короткую поездочку. Дальше. Сингапур у нас комбинируется с островами Индонезии. Как вам сказала, Бентан. Это самое блестное, 45 минут. На пароме лететь не надо. Дальше мы летим. Бали, Ламбок, Явы и другие острова Индонезии. Там вплоть до Субавы, вплоть до Суматры, до каких угодно. То есть то, что придумает ваш клиент в Индонезии. Дальше. Сингапур, острова Малайзии. Лангкавери, Дангпенан, Тиаман, Барнео и другие. Везде лететь. То есть никаких доступных паромных сообщений там нет. Но если и есть, то это очень долго. Лететь в два раза дешевле. Потому что внутри летает масса авиакомпаний, которые летают там за 30-40 долларов. То есть для этого не обязательно покупать пару за 5 долларов и плать на нем сутки. До того же Лангкавери, допустим, Сингапура. Малайзия, Сингапур, 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 Филиппины, Сингапур, Гонконг, Сингапур, Австралия. В общем, с Сингапуром можно придумать любое направление. Потому что Сингапур это огромный азиатский хаб. То есть у летит туда просто огромнейшее количество рейсов, комбинаций рейсов. Нужно придумать совершенно любые стыковки стран, которые могут вообще даже между собой никак не стыковаться. То есть имейте это в виду, что через Сингапур можно делать очень-очень-очень много направлений. Значит, на сайте посмотрите. Я выделила вам несколько новогодних туров с Сингапуром. То есть что можно сделать на сегодняшний момент, как это накомбинировать. Ну, скажем так, это классические всякие варианты. Но опять же, программа 35. Это Сингапура плюс пляжный отдых на Бентане. Сингапур, Бентан. Он у нас как бы тоже есть. Так, новогодние ночи в Ридскарлтон, в Милене. Значит, отель дает еще пока спецпредложение. Ридскарлтон это с видами на Марин Вей. То есть это самый ближайший отель к Марин Вей. С видами со всякими, как раз на Юнии-Заливы, на отели, на вот эти знаменитые сады. Бронируйте, запрашивайте, пока у них еще как бы скидки не кончились. Значит, то, что касается Нового года в Сингапуре. Скажу вам сразу, ни в одном отеле никаких новогодних программ нет. Никакие рестораны тоже новогодние всякие торжества не устраивают, потому что они отмечают китайский Новый год, и это для них Новый год. А наш Новый год, это как бы для них, ну, скажем так, чуть больше гостей, чем китайский Новый год. Поэтому здесь нет никаких. Можно организовать какой-то ужин, можно организовать круиз на кораблике, допустим, там на Новый год. Но не обещайте вашим клиентам никаких там фейерверков. И никаких фейерверков он будет, он будет на Бурваре, он будет, скорее всего, у Марины Бэй в садах. Но не более того, то есть у меня никакой феерии, конечно, там все такое не будет. Отмечения Нового года они как бы особо не планируют. Так, если у вас есть какие-то вопросы по Сингапуру, если что-то хотите спросить, вы, пожалуйста, задавайте сейчас, потому что дальше мы уже перейдем к Малайзии. Ну и походу мне было бы удобнее, если бы вы как бы тоже вопросы ваши задавали. Но пока не вижу, тогда, если что, пишите, я отвлекусь, отвечу. Значит, дальше мы с вами будем рассматривать Малайзию. Но Малайзия, на мой взгляд, как я уже в самом начале вам сказала, почему-то на сегодняшний момент очень плохо у нас продается. То есть наш турист почему-то считает, что это какое-то нищее заброшенное государство, которое совершенно недостойно и совершенно как бы ненужное для поездок и вообще что там делать. Оговорюсь, наверное, это связано с тем, что как бы Малайзии очень самодостаточные, и они не особо стремятся, ну, скажем так, популяризировать свою страну, да, и говорить о том, что вот мы так вот настолько вот открыты, открыто-открыты вот прям вот для туристов и для гостей. Может быть, это связано с этим. Может быть, им достаточно того, что есть на сегодняшний момент тот поток. Но, честно вам скажу, Малайзия как направление очень интересное, потому что помимо того, что есть как бы островные, ну, как бы континентальные достопримечательности, очень много разнообразного количества островов, которые совершенно вот просто один не похож на другой. И они настолько принципиально отличаются друг от друга, я вам дальше все покажу, расскажу, что как бы создается впечатление, что эта вот страна собрала в себе вот всевозможное количество. Так же, как Индонезия, я бы сравнила ее точно так же с Индонезией, потому что Индонезия у нас только многолико, Малайзия так вообще вот просто очень-очень-очень. То есть, как бы ты из одного региона переезжаешь в другой, ты понимаешь, что ты попадаешь совершенно в другую месту, в другую страну, в другую как бы качество, в другое чуть измерение. А вот, а говори сразу, Малайзия мусульманское государство, сильно мусульманское, то есть, конечно, не как Арабский Эмират, не как Султан Атаман, они все-таки больше, наверное, походят где-то вот на Турцию, но это мусульмане. Если Сингапур стремится себя как-то европизировать больше, да, и нет такого количества чадры, паранжи, то мусульмане в этом плане, Малайцы, они в этом плане мусульмане-мусульмане. То есть, имейте это в виду, и если как бы ваши туристы принципиально не ездят в эти страны, то тогда лучше Малайзию в этом плане рассматривать, а лучше, допустим, минуя город, минуя там Куалампур или там, допустим, там Теренгану, восточное побережье, можно лететь, допустим, на островы Сингапура, на тот же Лангкаве. То есть, человек не будет видеть вот этого мусульманска. Но опять же, каждый клиент совершенно разный, поэтому вы просто должны его предупреждать, вы должны это как бы знать. Итак, что я вам хотела еще показать. Я вам хотела показать карту Малайзии. Значит, визовые особенности Малайзии для нас 30 дней без вида. Никаких там нет ни длину в 6 часов, ни в 95. Вот, 30 дней мы прилетели, нам поставили штамп. С этим штампом же мы не улетаем. Никаких визов там нет. И ничего не мудрствует лукаво, берегут лес, ничего не придумывают. Малайзия расположена, как я вам говорила, на двух континентах. То есть, между Таиландом и Сингапуром. Огромная часть у нас континентальная, островная часть, то, что касается северо-востока, то, что касается, вернее, северо-запада, то, что касается северо-востока. И Калимантан, они делят с Индонезией, ну, пополам. Индонезия принадлежит больше, Малайзия принадлежит чуть-чуть меньше. Ну, вот Саравак-Свах, вот эта вот часть называется Барнео, наверное, все слышали, все помнят. Она называется Барнео. И такое же количество островов, очень мало знакомых нашему русскому туристу, находится вот здесь, вот вокруг штата Саравак. Вот это все Малайзия. То есть, она достаточно большая. Это не микроскопическое государство Сингапур, это не Макао, это Малайзия. И как бы вы туристам должны с вами это рассказывать и показывать, чтобы они понимали, что это полноценное государство, а не какая-то точка на картину. Прямых перелетов на сегодняшний момент на Куалу-Инкур нет. Они все отсутствуют. И возможные варианты перелета это сингапурцы через Сингапур, катарцы в духе, Мерес через Дубай, Тихат через Дубай, турецкие линии через Стамбул. Ну и что-то летает, по-моему, КВМ у нас летает через Амстердам, летает тоже на Куалу-Инкур. Но они иногда ставят дополнительную стыковку какую-то там, то ли через Сингапур еще, еще что-то. То есть иногда не долетают, поэтому через Европу я редко не делаю перелет, тем более, что он всегда какой-то очень странный и очень дорогой. Поэтому нужно пользоваться местными авиалиниями, которые летают в этом регионе уже много-много лет. Как бы все знакомы, все известны, поэтому достаточно просто прилететь в Куалу-Инкур. Варианты перелетов, это я вам даю минимальную стоимость. Вот на сегодняшний момент стали летать вьетнамцы, обратите на них внимание. Но у них большая стыковка в Ханое. В 8 утра прилетели и только днем будет вылет у вас на Куалу-Инкур. А на обратном пути ночевка. То есть, ну в принципе, для комбинированного тура в Вьетнам-Малайзию этот рейс может подойти. И как бы его цена вы видите. То есть, на сегодняшний момент самая минимальная. Катарцы 600, китайцы через Пекин 626, сингапурцы 774. То есть, сингапурцы, как видите, внутренний билет на Аймай, они в принципе отдают бесплатно до Куалу-Инкура. То есть, такая же стоимость, это ровно перелет до Сингапура. То есть, обратите на это внимание, потому что, в принципе, Куалу-Инкур недорогое направление по билетам. То есть, недороже Сингапура, получается, то и дешевле. Поэтому рассматривать именно Малайзию как для отдыха ваших туристов, если они, допустим, побывали и там, и там, и там, и там, то, в принципе, как направление подойдет. Что я хотела рассказать вам в двух словах об аэропорте. Аэропорт Клио, это после, я бы, наверное, Чинге, после Сингапура, я бы его назвала вторым большим азиатским хабом. То есть, это 72 футбольных поля, огромное поле, огромное пространство, огромное количество пересадок, терминалов и прочего-прочего. Все это соединено с аэротрейн, то есть, без участия машиниста. Вы прилетаете сюда, садитесь на поезд и переезжаете в основной терминал, где все паспортные контроли, где все пересадки, где все выдачи багажа и, как бы, пересадки на, допустим, там терминал, который там до внутренних рейсов. Вот терминал Клио-2, он находится в 20 минутах езды от Клио-1, имейте это в виду. Когда вы своим туристам покупаете билеты на лоу-косты в Азии, если вы это покупаете, обращайте, пожалуйста, внимание, Клио-1 или Клио-2. Клио-1 это основной международный терминал, Клио-2 это внутренний терминал, куда прилетают все чартеры, рейжи всякие, гаруды, всякие там тайгеры и так далее, и так далее. То есть, если вы, как бы, в этом разбираетесь, это хорошо. Если вы в этом не разбираетесь, обязательно внимательно проверяйте, как вы покупаете билеты, куда у вас кто прилетает, потому что между терминалами нужно будет еще переезжать. Естественно, багаж приедет туда, где у вас рейс. То есть, если прилетели в терминал первый, и у вас через 20 минут вылет из терминала 2, из внутреннего, вы понимаете, что вы просто физически это не успеете сделать. Вам нужно забрать свой багаж, вам нужно выйти, вам нужно сесть в автобус и заехать еще до того терминала, зарегистрироваться на рейсе, зарегистрировать багаж. Пересадка должна занимать как минимум 3 часа. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. Очень много потом у нас возникает вопросов и очень много проблем, очень много мы помогаем со всякими вот этими улаживаниями мелких. Это вам на схеме количество рейсов, которые осуществляются из аэропорта Куалумпу. То есть, вы понимаете, да, что это как бы не бедное несчастное государство, это достаточно развитое современное государство, которое может себе позволить такой отличный азиатский хаб с таким огромным количеством берегов. Значит, основные города Малайзии. Сегодня мы с вами рассмотрим Куалумпур. Это как бы столица. Вот Малака – это древняя столица. Котобару, Теренгану – это восточная часть Малайзии. Мы с вами посмотрим. Ну, мы поговорим с вами об Арнео. Я вам расскажу немножко, как бы сказать, что прям вот такое огромное количество таких-то там городов, которые стоит посетить в континентальной Малайзии, там прям, я бы не сказала. Я вам расскажу об основных, которые как бы интересны, на мой взгляд, где есть что посмотреть, где есть что показать. На этой стране никаких тарш-махалов, конечно, там как в Индии, пирамид, как в Египте там нет, но там есть своеобразные интересные и сопримечательности, на которые тоже стоит обратить внимание, которые тоже стоит посмотреть. Ну, начнем с них потихонечку. Значит, башня-близнецы Петронос. Как вы понимаете, это, ну, прям не совсем центр-центр столицы, но это самое основное центральное, как бы, здание, на что ориентируется, в принципе, визитная карточка Куалу. Отелей вокруг множество. Из них я бы рекомендовала Майя, отель 5 звезд. Я бы рекомендовала Трейдерс, который вот прям вот с видом на башню-близнецы. Рядом стоит, вот прям рядом, рядом с башнями, там с левой стороны стоит Ренессанс. У Ренессанса несколько корпусов. Очень любят продавать русским почему-то самый старый корпус, который 3 звезды. Вот, хотя по такой же цене, по спецпредложениям, продается корпус 4 звезды, прям практически дверь-дверь в КЛСС. Вот, рядом другое множество, количество отелей, но, опять же, все зависит от ваших туристов. Если они хотят сидеть при чайном номере и смотреть на башню-близнецы, тогда нужно брать отели, которые, естественно, располагаются к нам рядом здесь. Вокруг огромный парк. Вокруг этих башен, что с собой представляют эти башни? Это бизнес-центр огромный. То есть, 15-20 этажей наверх, 15-20 этажей вниз занимают магазины, всякие едания, всякие там центры, спа-центры и так далее, и так далее. На верхних этажах находятся офисы. И на самом верхнем этаже есть смотровая площадка. Можно утром встать пораньше, в 7 утра купить билет. Самый дешевый билет у нас на утреннее посещение смотровой площадки. Подняться наверх и посмотреть на полный курс. Можете заказать через нас, но у нас партнер берет за эти услуги какие-то денежки, и поэтому, в принципе, туристы могут сами это утром осуществить. Площадь независимости вот внизу, но так же, как и в любом, наверное, городе. Каждый город, каждая страна гордится своей независимостью. Ничего особенного. Не красная площадь, конечно, но когда будете гулять по Куаланкуру, можно ее посетить. Естественно, в Куаланкуру есть знаменитая модная бакетбинтанка. Это как Тверская в Москве, это как в Сингапуре Орчет Роуд. В любой стране, в любом городе есть такая улица, где самое огромное количество шоппинг-моров, самых знаменитых ресторанов, кинотеатров и веселительных деятельностей. Это вот бакетбинта. Там же огромное количество отелей можно взять, но расстояние достаточно, ну, в пределах где-то 40 минут между близнецами и, естественно, бакетом. То есть нужно как бы учитывать, где кто хочет жить. Пещера Батун – одна из самых знаменитых и самых основных достопримечательностей. Это то, что осталось от буддизма, когда страна еще как бы была в этой вере. Значит, и вот знаменитые пещеры, где стоят Будды, и каждый буддист, правильно, там своего Будда остается. В принципе, достаточно интересная такая азиатская штука. Можно сходить посмотреть. Но подниматься вам придется, туристам придется вот по этой лестнице, как вы понимаете. Это долго, тяжело, достаточно как бы по жаре 33 градуса постоянная температура, влажность, субтропики. То есть кто как бы не готов к таким экстремальным, то лучше просто постоять, посмотреть и посетить огромный парк вокруг вот этой вот пещеры. Ну, достаточно занимательная экскурсия. Парки-сады, парки-птиц, парки-бабочек, зоопарки, ботанические сады – классика жанра. Это есть в любом городе. Интересно, достаточно птица гуляет. Очень интересный парк попугаев. Птицы сами по себе летают, парк бабочек, бабочки сами по себе летают. Все это можно на вас посидят, на вас, вас поклюют. То есть если как бы хочется пообщаться с природой, помочь, что это такое, тоже можно посетить. Королевский дворец. Посещение его запрещено. То есть можно только погулять по парку и посмотреть. Милака – бывшая столица. И Путраджае, скажем так, это вторая столица после Куал-Ампура, куда они выселили всех своих чиновников. Выселили их из Куал-Ампура, чтобы они мешали местным жителям жить и радоваться жизни. И в Путраджае можно посмотреть все современные новинки, малайские, малазийские. Туда же они перенесли все производства компьютерами и так далее. То есть можно увидеть такую нью-малайжу, новую Малайзию, которая как бы вот говорит о том, что они развиваются, что они не какие-то там прям вот такие закостеневые мусульмане, что у них все, как бы технологии идут вперед, все вперед, вперед. Интересно, отстроили Путраджае, сделали по типу вот и мелокой. Путраджае они в виде Венеции сделаны. То есть посмотрели в итальянцев и вот сделали это все вот по типу. Но только мелко получается, видите, такие каналы и старенькие домики, а Путраджае она такая вот прям самая, современная-современная. Но в центре все равно стоит нечесть. Основные парки развлечений. Они присутствуют, как и в Сингапуре, то, что я вам рассказала про Юниверсал. Там еще есть пару парков, но есть основные как бы большие парки. Они все-таки на территории Малайзии расположены. То есть огромный океанариум, он расположен внизу отеля Трейдерс, который, вот я вам сказала, находится рядом с башнями-близнецами. То есть вы спускаетесь из отеля и заходите прямо в океанариум. Есть парк Санвей Лагун, есть парк Космос, есть Фамоза Резорт и Майнс Вундерленд. То есть это все парки развлечений, куда можно съездить и с детьми, и что на самом деле будет интересно взрослым. Потому что океанариумы красивейшие, огромные рыб. Рыб такое количество, я их нигде не видела, сколько на самом деле. Ну вот только в Сингапурском и вот в Куалампурском. То, что они расположены и сделаны так, что это практически незаметно, это им честь и хвала. То есть они не занимают огромных территорий. Санвей Лагун – это парк развлечений с космосом. Только космос, он расположен в огромном торговом центре, то есть как бы внутри здания. А Санвей Лагун он расположен на природе. Но это что-то типа огромного такого аквапарка, куда можно прийти, покататься и отдохнуть все выходные. Потому что молодцы очень редко куда-то выезжают, в принципе. Поэтому они все развлечения, все строят себе там же, где и живут. Чтобы не ходить можно было как можно меньше. Фомоза. Фомоза они построили чуть-чуть за городом, то есть как вот в Подмосковье, да, там 20-30 километров от Москвы. Новый парк. Приятно провести действительно целый день с семьей. То есть есть и размещение на территории парка. Ну что-то похоже на синтезу, только не около воды. Но он расположен на высоте, чуть-чуть в горах. То есть там легче дышать, чем на равнине, чем в городе. Поэтому туда все устремляются как бы на выходные. Просто погулять, покататься на озере. Отель очень хороший, можно просто прожить. И единственное казино, которое присутствует, оно присутствует вот именно в этом парке. Но вечером прохладно, и мы всегда говорим о том, что нужно как бы брать с собой теплую одежду на вечер. Значит, дальше интересная экскурсия, которая из Куа-Лумпура. Это Селан-Гор. Это знаменитые светлячки. Наверное, многие из вас слышали, да, вот эту вот поездку. То есть вечером вы пребываете на лодочную станцию, садитесь на лодочку, и когда темнеет, вы выдвигаетесь, плывете по реке и смотрите на берега, которые усеялись с светлячками. Ну, понятное дело, что это все зависит от природы, от погоды, от... Будет дождь, будет туман, не будет дождя, не будет тумана. Но экскурсия на светлячков, она как бы, в принципе, достаточно интересная. Такое я встречала мало где. Вот я видела это только в Северном Таиланде, и вот здесь вот, вот в Куа-Лумпуре. В Сингапуре они тоже что-то там планировали, но так у них и не получилось. Видимо, жарко. Но интересная экскурсия, забавная, в принципе, такой аттракцион, это как на дельфину съездить или на Акулу. То есть получится, не получится, предупреждайте ваших клиентов, что может не состояться. Но вот такая экскурсия есть. Это рядом с Куа-Лумпуром из отеля туристов заберут, отвезут на отчинную станцию и привезут обратно. Значит, из Куа-Лумпура выбираемся. Мы поняли, да? Город, столица, что мы можем там посмотреть, что мы можем там делать. Я обычно рекомендую, в принципе, в Куа-Лумпуре останавливаться на 2-3 ночи максимум. Потому что большого количества достопримечательностей нет, но посмотреть сам город, ознакомиться с ним, я как бы рекомендую, потому что на самом деле современный, интересный, насыщенный и не такой, как тот же Таиланд или даже Бирма, да, или там еще какое-то другое государство азиатское, даже Индонезия. То есть Куа-Лумпур, Малайзия, она не с Малайзией. То есть она вот именно такая вот своя, своеобразная. Недалеко от Куа-Лумпура есть огромный заповедник. Называется он Таман-Негара. У нас есть несколько туров. Мы делаем, допустим, прилет в Куа-Лумпур, потом переезд в Таман-Негару. Это 3 часа где-то переезд у вас будет. Небольшой трекинг по Таман-Негаре. То есть это парк-заповедник, где есть и всякие трековые дорожки, где есть дорожки наверху. То есть по лесу можно ходить, по дождевому. Есть поездки к обезьянам, есть поездки по рекам. То есть это, скажем так, такой заповедный рай, такой небольшой рядом с Куа-Лумпуром, где можно получить как бы единение с природой, полюбоваться природой, побыть в тишине, в единении. Даже можно приехать туда с палатками, если хотите, в принципе, тоже можно там остановиться и получить максимум удовольствия. Вот такой парк есть. У нас есть программы с проживанием в этом парке, потому что в парке тоже есть как бы вот такие типа бунгального плана. Отельчики. Это самое известное. Это действительно национальный парк Малайзии. Можно сделать несколько маршрутов, какие ваши туристы захотят. Можно даже взять отдельно рейнджера, который с вами пойдет в ночное, там со всеми средствами безопасности, с оружием, потому что животные в парке присутствуют. Но это тоже можно осуществить, потому что, в принципе, как бы там это все работает, если ваши туристы это хотят. Это вот был наш клиент там, который хотел посмотреть бабочек. Ему организовывали трехдневное путешествие по джунглям Малайзии. Это вот было как раз в районе Тамангара, то есть он оденен с рейнджером, с палаткой, с костром, со всеми делами. Вот он там тусовался. Ему понравилось, он оставил достаточно приятный обзор о том, что все было хорошо, бабочек нафотографировал, получил максимум удовольствия. То есть имейте в виду, что, в принципе, как бы не просто приехал, пожил, уехал, а еще можно и организовать достаточно индивидуальный тур. Следующее, что я рекомендую, это горные курорты. Горный курорт Камерон, он находится, в принципе, в пяти часах на машине езды от Куалумпура. Это все мы сейчас говорим о центральной части Малайзии, то есть мы уезжаем в центр. То есть Куалумпур у нас находится на северо-западе, и мы уезжаем в центральную часть континента. Это горный курорт, там выращивают чай, там выращивают розы, клубнику. Очень красивая местность, сейчас я вам дальше покажу фотографии. И в 62-м, да, его объявили заповедником, потому что там стали, как бы, ну, охотники стали, естественно, убивать животных, их уменьшилось количество фауны, стали вытаптывать растения туристы, и это объявили рекреационной зоной. И практически сейчас там отстроили несколько отелей, которые имеют право принимать туристов, но туристы принимаются в определенных условиях. То есть вы приезжаете в отель, вы можете помогать высаживать розы, ухаживать за помидорами, огурцами, там в теплицах, что хотите делать, пожалуйста, помогайте. Вы можете идти на чайную плантацию, помогать собирать чай, если вам это нравится. Вы можете высаживать цветы, заниматься клубникой, вы можете заниматься творчеством, вы можете заниматься чем хотите. То есть это эко-курорт. Курорт, который говорит о том, что вы приехали для того, чтобы лечь природу, беречь лес, научиться и ухаживать. Отели полноценные, никто вас там не заставит ничего готовить, за собой не убирать. То есть это нормальные отели, это нормальный эко-тур. Европейцы очень любят этим заниматься. Я думаю, что наших туристов тоже надо потихонечку к этому научить, учить все-таки к этому прислоняться, потому что природа, она нам когда-нибудь все-таки отомстит за то, что мы с ним делаем. И вот в этом плане молодцы, они молодцы. Они берегут настолько свои национальные парки, они настолько ухаживают за природой, что, честно говоря, можно позавидовать, как они это делают и как у них это здорово все получается. И на самом деле человек, который, турист, который побывал на таких курортах, на эко-курортах, он приезжает сюда, он здесь себя начинает вести несколько иначе, понимаете. Он к жизни меняет отношения к природе, к людям. Поэтому это действительно очень хорошая некая терапия. Следующая часть, которая я хотела вам рассказать про Малайзию, это спа-отели. Спа-отели очень высокого уровня. Это не... Ну, есть вот международная цепочка или шател, да, это как бы во всем мире есть вот эти вот отели. И также вот они присутствуют в Малайзии в полутора часах везде, вот столица. Есть огромное выстроение, вот посмотрите, в виде замка, в виде башенок, огромный вид этих вот отелей. Уровня, ну, я бы сказала, даже 6 звезд, потому что по качеству обслуживания, по качеству процедур, по качеству номеров, здесь, как бы, все на очень высоком уровне. Что сюда едут люди делать? Во-первых, сюда едут люди заниматься спортом. Здесь есть wellness программы. Также едут за всякими детоксами, похудениями, за красотой, за обертываниями, то есть это здравительные программы. Также есть гольф-поля. То есть можно не заниматься никаким детоксом, можно приехать и поиграть в гольф. Значит, если человек берет какую-то программу, программу можно запросить, они у них есть готовые. От 3-х там до 14 дней программы есть по оздоровлению, всякие йоги, медитации, короткие программы по детоксу у них есть. Есть широкие программы расширенные, есть специальное меню питания. Если человек берет какую-то программу, естественно, там, детокс-похудение, то есть в ресторане у него будет свое меню и его будут кормить по определенной программе. Но если кто-то этим не пользуется, то есть обычное меню, обычное, пожалуйста, там, мясные и всякие, не только вегетарианские блюда, это все присутствует. То есть вот такие отели, они тоже есть в Маладии. То есть выехав из столицы, можно поехать дальше и можно как бы понять, что в Маладии это не только Куал-Ампур. У нас, к сожалению, знают только Куал-Ампур. Ну, это вот велнос-центры, это спокойно-те, семейные, несемейные, одноместные, двухместные, все, что как хотите, как бы программа совершенно разнообразная, но все они настроены на то, что вам перенастраивает организм. То есть вы занимаетесь собой, вы занимаетесь своим здоровьем, вы занимаетесь тем, что как бы вы отдыхаете и пополняете свои силы. А сейчас я вам расскажу еще и о горячих источниках, которые у нас тоже присутствуют в Малайзии. Это 3 часа езды, тоже туда же в центр, чуть-чуть восточнее. Есть отличнейший отель с такими же ретритами, как Эли-Шато, но иная чуть-чуть направленность, и отель расположен на горячих источниках. Безумно красивый отель, просто безумно красивый. Настолько красивые виды, настолько красивые панорамы, он действительно как будто вы попадаете совершенно в какой-то затерянный рай. То есть это и джунгли, и водопады, и озера, и ваше бунгало на воде. То есть вы попадаете совершенно в другой мир. Реально. Здесь и йога, и спа, и просто приехать сюда на 3-4 ночи, чтобы просто послушать тишину, насладиться кухней, насладиться вообще просто природой, и просто погулять, и просто подышать, это великолепно. Имейте это в виду, что в Малайзии это тоже есть. Это только один из отелей. Я почему выбираю его, потому что, на мой взгляд, это вот именно тот отель, который соответствует моему внутреннему ощущению. Куда бы поехала я? Есть, конечно, проще, там тоже на источниках есть и другие отели. Но вот этот, именно почему я про него говорю, потому что он именно вот, нужен нашему человеку, который должен вырваться из города, вырваться из столицы и понять, что же все-таки такое, вокруг него еще есть. Да, что человек живой, что он дышит, что он наслаждается, что он еще не потерял никакие там свои разумные качества. Это вот именно этот отель. В отеле спа расположен рядом с небольшим водопадом, то есть это все на природе, вам делают там и массаж, и любые процедуры, обертывания, все, что хотите, косметология, утренняя медитация, утренняя йога, это все бесплатно в отеле. И совершенно потрясающий ресторан, который находится внутри пещеры. Совершенно не холодно, нормальная климатическая, как бы, там такая вот атмосфера, то есть там стоит климат-контроль, то есть нет никакого холода, вы там не замерзнете, ничего. Играет живая музыка, в общем, звук, акустика совершенно потрясающая. То есть если человек хочет реально понять, что такое дикая природа, и как с ним можно дружить, и как с ним можно сочетаться, то я рекомендую этот отель в вашем климате. Значит, со стороны западного побережья есть некий Мальдивий, то есть от Куал-Умпур, 45 минут, если ехать, то есть мы прилетели, никуда не летим, а сели в машину и приехали. Мы приехали с вами в отель, который называется Сипан. Голден Кост Резорт, 5-9. Это Бунгао на воде. Вот в таком виде, вот такой пальмой расположен этот отель, он уходит в океан, прекрасные номера, прекрасный спа-салон, пейзажные бассейны, Мавакский пролив. Если как бы люди хотят просто отдохнуть глазами, морально, то можно вот на океане устроить вот такой вот отель. Я сейчас вам как бы поясню, наверное, я вам сейчас рассказываю то, что мы можем посетить вокруг Куалумпура, куда нам не нужно перелетать, откуда мы можем сами самостоятельно доехать, либо там на такси, либо заказать трансфер, это не проблема. То есть то, что находится рядом с городом, то есть прилетели в Куалумпур, поехали и уже легли, отдыхаем, легли, там делаем массажи и так далее. Потом расскажу уже, куда мы можем полететь. Вот, пока вам рассказываю о таких вот отелях, которые, ну скажем так, не избитые, да, и вот что мы можем посетить вокруг Куалумпура. Вот этот отель, на мой взгляд, он один из лучших, который находится в Малакском проливе, то есть он не избитый, он не традиционный какой-то там турецко-египетский вариант, даже тайский, а вот достаточно своеобразный отель с хорошей кухней и с хорошими видами. Закаты там просто какие-то потрясающие, сумасшедшие, ну и практически как Мальдивы. Единственное, песочек, конечно, не белый, но серенький. Пляж есть, купаться можно. Сейчас расскажу вам про восточное побережье, это Куанкану-Теренгану. Это вот эта часть, вот это вот побережье. Значит, это побережье вообще практически никто не знает, вот для меня это было открытием и загадкой, туристы частные знают, но вот агенты, к сожалению, это побережье и вообще даже не рассматривают и вообще даже не знают. То есть здесь есть два аэропорта, но Котобару это самый знаменитый, то есть с Куалумпором мы прилетели, пересели на внутренний рейс, прилетели в Котобару, либо здесь вот это вот еще есть небольшой аэропорт Дунгун, но редко кто туда может прилететь, потому что очень мало рейсов, поэтому основной Котобару. Чем хорошо это побережье? Южно-Китайское море, оно достаточно красиво, и отели достаточно хорошие, и сервис достаточно хороший в Малайзии, поэтому в принципе, как бы рассматривать для отдыха это побережье можно. Ну, Кира, наверное, я не соглашусь с вами, что там стоячая вода в Южно-Китайском море, в море вообще как бы редко бывает стоячая вода. Пляжи, нормальные пляжи что? Для Малайзии, для Сингапура, и для Борнео нормальные пляжи, они маленькие, они как бы не широченные, не Мальдивы, и вот, поэтому пляж совершенно полноценный. Вы про Аваню меня спрашиваете? Если о предыдущем отеле, то да, но купаться там возможно. Почему там невозможно купаться? Я купалась. Конечно, нет там широкого пляжа с лежаками, но в Аваню купаться можно. Итак, продолжим. Куантакт и Ригану. Это у нас с вами восточное побережье. Запишите его, потому что эти отели редко кто предлагает туристам, но отели совершенно полноценные. их можно использовать для отдыха. Это виды вот этого восточного побережья. Посмотрите, пожалуйста, то есть ровная часть океана, ну, где-то ровная, где-то скалистая, естественно, побережье не может быть одним, вот, но есть и белоснежные пляжи, есть и с желтым песком, и есть даже серо-черный, встречается вулканический песок, откуда его там намок, к сожалению, понять сложно, но даже встречается серо-черный пляж. Поэтому для пляжного отдыха вот эту часть восточной Малайзии я бы, в принципе, рекомендовала рассматривать. это отели, которые можно рассматривать и предлагать вашим клиентам. Как вы видите, там стоит и Хаят, там и стоит Клабмет, то есть это международные цепи. Я бы порекомендовала вот и Тарас, и Танжангжар, и Холиде Вилла, и Свистгарден, но Свистгарден, наверное, это больше четырешечки относится, и там будет очень много конференций, но, в принципе, отели все пляжные, все полноценные, с нормальным сервисом. Сразу вам говорю, русскоговорящего персонала только последний раз я его видела в Клабмеде, и это был единственный гид, который по этому побережью бегает по всем отелям русскоговорящий, поэтому сервиса русскоговорящего нет, ни ассистентов, ни обслуги русскоговорящих нет. Все малайцы говорят хорошо на английском, это основной язык их, поэтому это вы учитываете, когда вы будете предлагать своим клиентам. Так, следующее. Сейчас мы с вами перейдем в Порт-Диксон. Это западное побережье, это тоже рядом с Куалу-Пуром. Порт-Диксон достаточно старое побережье, скажем так, малайское, они отстраивали в свое время как для отдыха своих как бы жителей, потому что можно за два часа спокойно доехать на машине, там есть железная дорога, вот она здесь указана, как бы по ней можно тоже добраться. Ну, скажем так, под Диксон можно рассматривать только для тех клиентов, которые не хотят никуда уезжать с континента, то есть вот они хотят рядом с континентом пожить, побыть, и им вот нужно просто побыть около воды. С купанием здесь, ну, скажем так, купаться можно, у Хаята в принципе сделан небольшой пляж, у Алилиона тоже сделан пляж, у Бэй-Бича тоже есть пляж, но купание, как вот, я бы, наверное, назвала это Сочи-Крым, вот приблизительно вот такого вот плана, то есть не будет никаких больших таких вот там отмелей, как с восточного побережья, да, не будет вот такого вот песочка, потому что в принципе они достаточно плотно уже застроили это побережье, каждый отель выбивает себе какой-то там кусочек, они там насыпают себе пляж, они там делают хороший вход в море, но не более того, то есть искупаться и выше, то есть удовольствие, конечно, такого от океана, как от океана в Малакском проливе сложно получить, я, наверное, здесь с Кирой соглашусь, конечно, смотря с чем сравнивать, да, это Малайзия, не Мальдивы и не тот же остров Таиланда, то есть как бы в принципе если человек не хочет уезжать далеко из Куалампура, то можно рассмотреть Порт-Диксонаму как для отдыха, но в массе в своей сюда едут все корпоранты, потому что здесь очень много отелей, которые с большими конференц-залами, сюда едут на всякие встречи, конференции, в принципе сюда в Порт-Диксоне едут, то это можно как бы иметь в виду, если людям это нужно организовать. Ну вот пляжи вот такого плана в Порт-Диксоне, то есть как бы вот видите, да, отель и пляж, отель и пляж, то есть ну не, конечно, не восточное побережье, не остров, но в принципе для русского, для российского туриста это не самое плохое побережье, на мой взгляд. Отели, которые там можно брать, это все отели местные, они все национальные цепочки, которые присутствуют и в Куалампуре, и на островах, но других, но это вот все отели, которые держат именно малайский сервис. Сервис малайский достаточно хороший, но в трешках совсем не притязательный, в двушках, но в принципе 4-5 звезд они держат на уровне. То есть жаловаться вашим туристам не придется, но предупреждайте, то есть как бы сервис не английский, не американский, сервис именно малайский. Итак, мы с вами поговорили про континент. Давайте перейдем к островам Малайзии, потому что в принципе, наверное, по пляжам, по получению каких-то там нюансов отдыха лучше подойдут малайзийские острова, именно острова. Но на острова нам везде нужно либо лететь, либо перелететь в другой порт и еще доплыть на катере на скоростном или там на пароме, то есть имейте это в виду, что острова Малайзии они не столь легко доступны, как другие, допустим, острова. Островов Малайзии масса. Вот то, что я вам говорила, то, что касается западной части, то, что касается восточной части, то, что касается южной части и острова, которые у нас вокруг собак. Это все острова, которые принадлежат Малайзии. Конечно, не все они подходят для туризма, вот, я расскажу об основных, но это как бы огромное количество островов, про которые, в принципе, практически туристы наши, к сожалению, к сожалению, не знают. Итак, самые крупные острова малайзийские, которые известны, наверное, всем. Это остров Ланкави, это остров Пинанк, с ним существуют из Куалу-кура наземные сообщения по Москве, то есть можно доехать на автобусе, это остров Риданг, Тиаман, Панкор и Барнео, это вот то, что я вам говорила, собак. Значит, это именно острова, то есть это полноценные острова, которые находятся в море, в океане, они все туристические, но есть нюансы, я вам сейчас о них расскажу. Значит, Ланкави и Пинанк отдых круглый год, острова одни из крупных, ну, Барнео еще тоже самый крупный, вот, но Ланкави, Пинанк и Барнео это самые известные, самые крупные. самый туристический, самый купательный, самый раскрученный, самый известный это Ланкави. Из Куалумпура до него летит 40 минут, но смотря на чем, из Сингапура летит где-то часть 10. Ну, вот, из Сингапура есть прямые лейсы. Пинанк, Пинанк, скажем так, остров 50 на 50, я его редко когда рекомендую клиентам, потому что очень теплое течение, очень много медуз. Практически невозможно купаться на Пинанке, то есть, в принципе, все туристы, которые покупают эти отели, в Майси Саи купаются в бассейнах. Это, пожалуйста, отметьте, потому что, к сожалению, на Пинанку очень часто, когда отправляют на пляжный отдых, получаем претензии, потому что мало кто может купаться, когда медузы кишат. Реданк, Тиаман, Панкур. Это дикие острова. 5, 7, 10 отелей на все острова. Сюда едут дайверы, сюда едут снорклеры, сюда едут те, кто устали от людей и от мира всего. Здесь отели уровня 4-3 звезды, никаких супер-пупер пятерок здесь нет, потому что они здесь никому не нужны. Попасть на эти острова практически самолета невозможны, там нет аэропортов, то есть мы прилетаем с вами в Куалункур, потом мы доезжаем до паронной станции и на парон выбираемся до Реданга, до Тиамана, до Панкура. Реданг, Тиаман, если Ланкарис, Пинангом острова, которые работают круглый год, мы туда можем отправлять с вами осенью, зимой, летом и весной, вот, Реданг, Тиаман, Панкур зимой не работают. Отели закрываются, потому что заканчивается сезон, море становится мутным, естественно, рыбы уходят, то есть практически в море они не уходят, то есть это все только летние направления и летние острова. Так. Остров, Эко-остров Барнел, это вот вторая часть Малайзии, если помните как, это вот один из самых больших островов, которые они делят с Индонезией по полам, значит, в серединке находится сурданат Бруней, кто хочет, можно, если они летят на Барнео, сейчас посетить Бруней, по-моему, они нам сейчас разрешают визу по прилету, поэтому это можно посетить. Барнео, часть которой относится к Малайзии, делится на два штата, Саравак и Сабак, они приблизительно одинаковые, котики на баллы, вот здесь вот аэропорт, это, ну, что-то типа у них такой вот столицы, что из себя представляет этот остров, это остров-парк, остров-заповедник, то есть практически никакой промышленности, практически ничего нет, то есть это национальные парки, парки с олезьянами, гора Котикинабалу, вокруг нее горячие источники и джунгли, и огромное количество парков по всей, вот так вот по всей части можно все посетить, можно все посмотреть. из смешных экскурсий, честно вам скажу, есть там уникальный паровоз, называется он Барнео-экспресс, к сожалению, очень сложно предугадать, как он работает, вот, но это старый паровоз, который остался от англичан и малайцев, они его реанимировали, они его построили, как бы восстановили, пять вагонов, они называются каждый как основной малайский штат и город, 16 мест всего, ну, как бы посадочных, стоять, конечно, там можно стоило очень много человек поставить, но это не очень интересно, но он, как, знаете, в таком старом английском стиле, его можно заказать заранее, здесь вот единственный нюанс, нужно понять, если там места, то есть на 18, на 16 человек, то, знаете, нужно, как бы, тоже там очень найти себе место, вот, но мы делали, у нас туристы ездили, правда бронировали за два месяца, что он из себя представляет, это вот открытый вагон-ресторан, вот такие ходят там официанты в старом английском стиле, в колониальном, то есть с дровами вы можете прийти сами там потопить, фотографии, ну, в общем, вот что-то такое, то-ля там старая Англия, ну, это для любителей, но на самом деле прикольно, потому что такого паровоза я не видела ни единого, там вот они его делали, маршрут проходит под джунглем, все очень красиво, он видит очень медленно, там идет рассказ по радио, на том, что мы там проезжаем, что мы там смотрим, посмотрите, направо, посмотрите, где янка, посмотрите, на левую тут вот речушка, ну, такое, а-ля старая Англия, можно себе как бы посидеть, попивать пиво, там посмотреть в окошко, катание идет нам около часа, поэтому, в принципе, достаточно прикольно. Национальные парки, их огромное количество именно на Борнео, если на малайской, на малайзийской, в части, на другой, их не так много, то здесь они просто вот прям вот один на одном, их огромнейшее количество, то есть вообще практически вся территория Борнео, то, что касается и Малайзии, и Индонезии, это все, как бы, именно один большой вот такой вот закрытый заповедник. Там же живут обезьяны, вот нас очень знаменитые там живут, там живут старые и молодые макаки, там же есть центр сепилок реабилитации орангутанов, к сожалению, история этого центра очень такая жутковатая, на мой взгляд, потому что там доживают свой век орангутаны, которые находились в услужении у людей, то есть богатые люди брали этих животных, они приносили там газеты, тапочки, и в свое время, когда эти животные там заболевали или еще там что-то, эти люди от них избавлялись, и вот их выбрасывали на улицу, и было принято решение правительства Малайзии о том, что нужно организовать заповедник вот именно для таких вот брошенных орангутанов. И вот центр сепилок, они собираются со всей Малайзии, из Сингапура, они собирают вот больных без лап, без там, без ног, без глаз, свой год. Но, конечно, там есть и здоровые, и нормальные, там и потомство выращивают, но, к сожалению, вот именно сепилок, он центр по реабилитации, то есть по оздоровлению и вот по проживанию вот этих вот животных. Животные красивейшие, добрейшие, вообще вот просто вот, но на самом деле, когда слышишь эту историю, то становится очень жалко, то есть кто морально не готов, то лучше как бы просто поедет по паркам и посмотреть на насочение. Ну и знаменитая Рафлезия. Цветок, который цветет в конце февраля, в середине марта, каждый раз он цветет в разное время, и как только его нашел какой-нибудь один рейнджер, кидается гид, клич кидается на всевозможное, куда только можно, во все стороны, и все туристы начинают прибывать на Борнео, потому что, в принципе, ради этого, многие экотуристы туда и едут. Цветок не очень приятный, питается он живыми существами, всякими мошками и таракашками, поэтому запах от него исходит не сильно хороший, но как бы он один из огромнейших цветков, красивейших. В принципе, за этим многие туристы туда и едут. А теперь поговорим о малоизвестных островах. Это Перхитианы, Мабул, Сепадан, Лаян, Клаян, Сибусан, Дакан, Капалай, Лакуаса, Танк. Название вам ничего не скажет, потому что многие острова вообще настолько мелкие, что практически их даже на карте мало кто и показывает. Но, опять же, так же, как и Реданг, так же, как и Тиаман, это все острова, именно эко-острова, до которых порой очень тяжело добраться, но те, кто туда добрался, конечно, рассказывают о том, что это какие-то райские острова. То есть это острова Робинзонов Круз. Это для дайверов, это для туристов, которые хотят стопроцентного уединения, которым не нужна никакая неначная жизнь, которым нужно только нырять, которым нужны манты, черепахи, акулы и так далее, и так далее. То есть вот именно за этим, за природой, за экологией, за подводным миром, за релаксом, именно вот за этим и существуют вот эти маленькие острова. То, что касается островов, вот то, что я вам показывала вокруг Борнео, в принципе, как бы малойское правительство уже принимает решение вот эти вот маленькие острова вообще как бы закрыть для посещения туризма, потому что даже то количество минимальных дайверов, которые туда приезжают, они все равно портят экологию. То есть гибнет рыба, гибнет фауна, гибнут кораллы. Поэтому, если ваши туристы ну как бы дайверы, они все свои точки знают очень хорошо, но если кто-то хочет посетить, то старайтесь это сделать, там, предложить им это в ближайшие, там, 3-4 года, потому что, скорее всего, через это время эти острова уже будут закрыть. Но вот такие изюминки, вот такие вот, как бы, штуки есть вот именно в Малайзии. Так же, как и рядом с Индией, вот там Даманские острова, куда тоже, вот, как бы все дайверы пытаются попасть, где говорят, безумно красивые, и богатый подводный мир. Вот. И это есть вот со стороны Малайзии. То есть это можно как альтернативу предложить вашим туристам. Ну, и я буду заканчивать на сегодняшний момент. Значит, свадьбы в Малайзии, пожалуйста, это тоже все организуется. На башне в Близнецах есть ресторан-атмосфера. На самом верху, это там, чуть выше смотровая площадка, чуть ниже, вот там у них ресторан-атмосфера. Там тоже можно сделать как бы, ну, скажем так, что-то типа такой вот церемонии. Ну, 4 часа вместе с ужином, 1160 долларов, там, на двоих. Вот приблизительно такая вот стоимость чего-то вот в Куалампуре. Также можно сделать те же катания, те же гуляния, все это возможно организовать. но я бы сказала, что, наверное, в Сингапуре это будет более веселее, нежели чем в Малайзии, потому что Сингапур, он больше располагает, он больше европейзирован и больше ближе к нам. Малайзия в этом плане, она несколько все-таки мусульманская, я повторюсь, что это нужно учитывать. это все равно, что вот организовать свою свадьбу в Дубае. Да, тоже нужно как бы понимать, что есть вот эти вот минимации. Значит, основные продажи по Малайзии, Малайзии и город Куалампур, точно такой же бизнес-город, как и Сингапур, то есть бизнес-выставки, семинары, международные выставки тоже проводятся, круглогодичные, их тоже очень много. Отели, которые в основном принимают гостей, они все расположены вокруг ваших близнецов, имейте это в виду, то есть во время выставок мест там нельзя. Так же, как и в Сингапуре, тоже рядом с Маринопой тоже нельзя взять на выставке. Малайзия плюс Индонезия, те же бинтаны, Бали, Ламбуки, Ява, это все рядом, все летает, перелетов масса. Малайзия плюс Малайзия, то, что я вам вот рассказывала про острова, про острова, которые простые, про острова, которые посложнее. Малайзия, Сингапур, Синтоза, Малайзия, Филиппины, Малайзия, Китай. Ну, еще раз повторюсь, что Куалампур такой же огромный хаб, как и Сингапур. То есть любые комбинации, любые стыковки, любые как бы перелеты и возвраты, они все возможны через Куалампур. Здесь вот, как бы тоже, пожалуйста, это можно все использовать. Значит, это очень, ну, скажем так, нестандартные туры, которые можно делать только индивидуально. Никаких, конечно, групповых вот таких программ сделать невозможно и собрать группу невозможно, потому что Малайзию, к сожалению, у нас знают очень плохо, мы ее мало, редко кому продаем и предлагаем, поэтому в основном здесь все туры будут индивидуально. Вот у вас семья едет, мы можем предложить экскурсионные туры заповедования в Борнео, то есть каждый день мы переезжаем из парка в парк, посмотрите программу, мы смотрим на животных, мы наслаждаемся, в конце мы отдыхаем. Значит, вот таки на балу, там, Сандакан, Лахат, Датума, Булу, вот такие есть комбинации, Сингапур, Тиаман, Куалунпур, пожалуйста, вот по нестандартным островам, там, плюс города, также программа Ланкави, Сангей Лагун, детским парком, пожалуйста, можно как бы совместить, приехали в парке, отдохнули на Ланкави, покупались. То есть, но опять же, это все очень индивидуально, то есть никаких групп у нас на такие программы собираться не может, потому что, к сожалению, это невозможно даже собрать. То есть, это не настолько на слуху страна, не настолько на слуху все названия там и пляжи, что, к сожалению, это только вот можно сделать, если ваши туристы этим интересуются и они едут вдвоем. В принципе, у меня как бы есть туристы, которые по таким программам ездят одни. Это тоже нормально, потому что везде с гиганами, с трансферами, то есть, везде встречаем, все организуем. То есть, можно отправить одного человека, но опять же, он должен быть у вас, скажем так, бывалым. Новогодние программы с Куала-Лумпуром, можете посмотреть на нашем сайте, они не сильно дорогие, потому что билеты на Куала-Лумпур даже на Новый год, в принципе, не по каким-то там заоблачным деньгам. То есть, вот посмотрите, можно делать и вашим туристам как альтернативу тоже это предложить. Все это есть на сайте, можете заходить, обращаться, не какие-то проблемы. Это наши электронные адреса Наташи, Светланы, пожалуйста, пишите на них, если есть вопросы, я всегда отвечу, я что-то посоветую. Если вы не знаете, что вашему туристу как бы предложить, вы сомневаетесь, или турист говорит, сделай мне то, а вы даже не знаете, где это находится. Ну, никаких проблем, пожалуйста, пишите, я всегда отвечу, я всегда посоветую. Лучше бы было, конечно, чтобы вы понимали, да, бюджет какой-то поездки, чтобы мы с вами не рассчитывали там что-то 394 раза, а как бы мы уже четко понимали, во что нам нужно уложиться, и отсюда мне уже будет проще предложить вам какую-то программу, какой-то просчет, расчет, чтобы это было индустрия. Вот, спасибо вам огромное за то, что вы прослушали. Вот, все ваши вопросы я жду на почту, я как бы готова на них на все ответить. Надеюсь, что все-таки вы как-то проникнетесь в Малайзию, и мы все-таки начнем ее больше и больше двигать и продвигать. Вот, тем более, что это направление круглогодичное, тем более, что мы можем Малайзию продавать круглый год, и как бы либо с этой стороны, либо так, либо с Сингапуром, либо как хотите. То есть, мне очень хочется, чтобы вы вашим туристам показали больше Азии, не только Таиланд и Вьетнам, и еще все-таки и Сингапур, и все-таки Малайзию как альтернативное направление. Моя почта светсобака.вантру, пишите, пожалуйста, буду рада ответить на все ваши вопросы. Комиссия Уванда 10%, как бы, если вы там в какой-то сети у вас больше процентов, но если напишите ключевое слово, я прослушаю семинар по Малайзии, я дам 12% вам до конца года на любую программу. Это будет наше с вами кодовое слово. Спасибо вам огромное, рада была вас всех видеть, спасибо за вопросы. Так, алкоголь есть ли в гостиницах, кафе, в продаже в магазинах? Алкоголь есть. Алкоголь не принят, как в Сингапуре, так и в Малайзии, пить на улице, и даже в пакетах. За это штрафы. Но, в гостинице, в барах, в ресторанах алкоголь есть, и он не запрещен, пожалуйста, в продаже в магазинах алкоголь есть, но вы должны с собой носить паспорт, потому что алкоголь продается только туристам. В Сингапуре, кстати, это тоже такая же существует система, то есть всегда лучше с собой носить паспорт. Но распивать на улице, это все запрещено, имейте это в виду, и в Малайзии, в Сингапуре будет за это штраф. Бросать жвачки нельзя, мусорить нельзя, ну, надо вести себя по-человечески в любой стране, и тогда у вас не будет никаких проблем. Все, на этом мы с вами сегодня закончим, пойдемте с вами работать, пойдемте с вами продавать в Малайзию. Рада была вас видеть, всего-два. в Малайзию. Редактор субтитров А.Семкин,